Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Ирина Звягинцева. В начале выпуска коротко о его главных темах. Скорость или невнимательность на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске насмерть сбита женщина. Чем есть? Городую за честь. Четверо в Думе в Южно-Сахалинске прошли до выборов в городской парламент. Идем опережающими планами на будущий год. Заветные метры в Смирных сдали новые арендные квартиры. И как наши трубы коптят наш город. Будет ли газ? Активные южно-сахалинцы ищут пути решения проблемы. На территории области 12 и 13 декабря пройдет мощный циклон. Во вторник он накроет Тамаринский, Макаровский, Долинский и Паранайский районы. А в среду сильный снег и ветер распространится на Углегорске, Хомске, Невельске, Анивске, Корсаковске и Южно-Сахалинск. В связи с данным предупреждением, Главное управление МЧС России в Сахалинской области рекомендует жителям и гостям Сахалинской области, находящимся в данных районах, скорректировать свои планы и не выезжать за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте. Непогода начала оказывать свое влияние уже в понедельник. Из-за плохих дорожных условий на трассе Южно-Сахалинск-Хомск произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Несколько аварий зафиксировали в областном центре. Из-за ухудшения погоды паромная переправа Сахалин-Материк закрыта на 4 дня. Также ограничено движение междугородних автобусов. Уточнить информацию о времени открытия маршрутов можно по телефону 722-795. Смерть на дороге. В прошедшее воскресенье в районе дома номер 5 по проспекту Мира в Южно-Сахалинске сбили женщину. 51-летний водитель автомобиля Хонды двигался в северном направлении и совершил наезд на островитянку, переходившую дорогу по нерегулируемым пешеходному переходу. От полученных травм 58-летняя Сахалинка скончалась на месте. В связи с участившимися наездами на пешеходов в декабре этого года, хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств и напомнить, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, они обязаны снизить скорость и предоставить преимущество движения пешеходам. В школе номер 8 в областном центре присвоили имя погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Торжественная церемония состоялась в стенах учебного заведения с выносом флага и минутой молчания. Он прошел через многие горячие точки, везде проявлял мужество, находил смелые командирские решения, никогда не прятался за спины солдат, за что был отмечен многими государственными наградами. Он действительно с раннего детства все пытался делать лучше всех. Уже говорили сегодня, школа с золотой медалью, училище с золотой медалью, академия имени Фрунзе с золотой медалью, везде он старался быть лучшим. То же самое прививал своим подчиненным. С прошлого года Валерий Асапов возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. С Дальнего Востока он отправился в свою последнюю командировку, получив назначение старшего группы российских военных советников в Сирии. 23 сентября командный пункт, где находился генерал-лейтенант, попал под обстрел боевиков. От полученных ранений в результате попадания мины офицер скончался. Гордума в полном составе. В областном центре прошли до выборов в законодательный орган муниципального образования. Всего на 4 кресла претендовали 29 кандидатов. Явка избирателей составила чуть более 11%. Однако этого хватило, чтобы ликвидировать нехватку личного состава в городской думе Южно-Сахалинском. Подробности у Евгения Конькова. Как и предполагалось, самые активные избиратели пошли с утра. В большинстве своем люди в возрасте. Самая активная часть островного электората. От голоса зависит, какая у нас будет политика и развитие города. Ирина Кокорина пришла пораньше. У женщины много дел. Но к избирательной кабинке идет в первую очередь. Потом уже все остальное. Так мне же на работу надо. У меня сегодня занятие клуба. Клуб любителей русской поэзии и музыки «Белая ворона». 22 года уже идем. Всего в городской думе областного центра оказались свободными 4 кресла. Основная интрига развернулась по 11 округу. Здесь оказалась самая большая явка избирателей. 13 человек. Плюс у нас 41 человек проголосовал досрочно в течение предыдущей недели. Еще утро. Народ ожидаем. На других участках ситуация с явкой оказалась чуть похуже. В третьей школе на 10 часов столько же голосов. Зато люди творческие. Все есть. Голосую за честь. После закрытия участков и подсчета голосов разрешилась главная интрига. Между Игорем Логвиновым и Максимом Трофимовым. Сама выдвиженец Логвинов обошел своего главного конкурента почти на 200 голосов. И с результатом в 405 бюллетеней взошел на депутатское место. В ходе голосования в течение всего дня никаких замечаний, жалоб в территориальную избирательную комиссию, в участковые, ну и естественно и в областную избирательную комиссию не поступало. В целом кампания проходит спокойно, без инцидентов. В третьем округе победил Евгений Тян. Во втором победу праздновал глава Новоалександровска Сергей Заматаев. И наконец в 17 округе депутатом стал Евгений Любый, обошедший бывшего депутата областной думы Галину Подойникову. Таким образом, по итогам довыборов в Гордуме полностью ликвидирован дефицит народных избранников. В поселке Смирных сдали три новых дома на 72 квартиры. Новоселы свои квадраты там будут арендовать вдвое дешевле рыночной цены. От 6 до 7 тысяч рублей в месяц. Кому достались ключи от новых квартир и сложно ли было их получить, узнавала Анастасия Носкова. Мы оставим здесь шкаф для вещей и конечно место для столика, для рабочего места ребенка. Эта комната для двухлетней дочки. Надежда уже купила для нее новую мебель. Скоро она получит ключи. Новоселье девушка ждала с апреля этого года. Тогда началось строительство трех новых арендных домов на 72 семьи. Приятнее заехать в новое жилье, в новую квартиру, где еще не жили, где все чисто и уют как бы создавать самим. Нежели заезжать в квартиру, которую сдают люди, в которой уже они прожили, уже стоит их мебель. Аренда этой двухкомнатной квартиры обойдется в семье в 6,5 тысяч ежемесячно. Есть однокомнатные и трехкомнатные. По 6,7 тысяч соответственно. Это гораздо дешевле среднерыночной цены по району. Вы знаете, сегодня меня поражают очень дорогие квартиры. 15 тысяч. То есть на сегодняшний день гражданин выплачивает 6,5 тысяч. Это будет даже меньше, чем половина. Это примерно процентов 40. Дома энергосберегающие, то есть хорошо удерживают тепло внутри и не впускают холод. Для отделки фасада использовали японскую фиброцементную плитку японского производства. Он надежно. Можно сказать, что минимум 30-40 лет за надежностью. На вручении ключей люди узнали, что смогут выкупить жилье спустя полгода. С заемом под небольшой процент поможет Сахалинское ипотечное агентство. Оно является заказчиком строительства. Мы предварительно уже осмотрели жилье. Жилье очень достойное, очень хорошее. С подрядчиком постоянно обговаривали эти моменты. Наконец-то дождалась того момента. Получила квартиру. Квартиры очень хорошие, теплые. Арендное жилье должно привлечь и удержать молодых специалистов-бюджетников. Среди получателей ключей, врачи, учителя, работники местной колонии и госслужащие. С начала года в Сахалинской области сдали 9 арендных домов на 311 квартир. Итого 668 квартир на сегодняшний день у нас арендного жилья на территории Сахалинской области и Курил. То есть на сегодняшний момент мы практически выполняем все те планы, которые мы для себя ставили на этот год. И идем опережающими планами на будущий год. На сегодня в области строят еще более 800 квартир. В том числе на Курильских островах. Анастасия Новского, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. В Сахалинской области растет производство мяса. В этом году областной Минсельхоз планирует достичь цифры 8,3 тысячи тонн. В прошлом году почти на 2 тысячи тонн меньше. Напомню, в регионе действует программа развития мясного животноводства. Так, например, в прошлом году на остров прибыли более 200 коров мясного направления. Животных распределили между предприятиями в Углегорском и Смирныховском районах. По словам сотрудников последнего, животные хорошо переносят холода на выгульном содержании. Но им увеличили калорийность рациона питания. Может переносить температуры практически до 40 градусов. До 40 градусов. Все зависит только от полноценности рациона питания и от подстилки, которая применяется при содержании их в помещении. По планам к 2020 году Сахалинская область будет обеспечивать себя говядиной на 73%. По темпам роста производства мяса регион находится на третьем месте в ДФО. 12 домов, в которых отопительные системы были в аварийном состоянии, отремонтированы в этом году в Южно-Сахалинске. Одним из последних стал дом номер 163 по проспекту Мира. Еще недавно здесь периодически случались подтопления, отключались отопления и горячая вода. Более 60 лет до не проводились никакие ремонты. Можете представить, в каком состоянии находились трубопроводы. Полностью поменяли всю систему, внутреннюю систему инженерную. Это канализация, водопровод, горячий, холодный водопровод, горячий водопровод, отопление дома. Привели, сейчас все новое. Всего в этом году в Южно-Сахалинске инженерные сети были отремонтированы или заменены в 124 многоэтажках. По всей области обновление отопительных конструктивов прошло в 460 домах. Жители частного сектора Южно-Сахалинска объединены одной проблемой. Не у всех есть газ. Обеспечить подачу в дома голубого топлива обещали несколько лет. Однако об угле и дровах забыли не все. В чем проблема и как ее решить, разбиралась Дарья Янченко. Каждое утро жители Владимировки и Большой Елани вынуждены пробираться сквозь смог, который как пыль и сажи выбрасываются в атмосферу при сжигании угля. О газификации своих районов владельцы частных домов мечтают уже несколько лет. Чтобы обсудить и найти решение о сложившейся ситуации, жителей навстречу пригласил председатель областной думы Андрей Хапочкин. На сегодняшний день вроде бы проект есть, уже два года этот проект есть, но нет финансирования, так заявляли в управлении газификации. Сейчас на сегодняшний день заявляют, что нет газа. Теперь нам уже не хватает газа. Всем хватило, а нам не хватает. И действительно, те объемы газа, которые были предоставлены городскому округу, уже полностью распределены. Для населенных пунктов с численностью населения больше 100 человек, согласно нормативным документам, необходимо иметь не менее двух точек подключения. Раньше у нас было Анивское газовое месторождение, и как бы мы выполняли эти нормативные документы. На сегодня Анивское месторождение не способно обеспечить наши всего возрастающие потребности Южно-Сахалинска. И Газпром не может обеспечить, потому что мы все забрали с ГРС Дальнего. Поэтому нужно строить новую точку подключения – газораспределительную станцию Южная. А чтобы с нее подать голубое топливо на ТЭЦ-1 и тем самым разгрузить саму себя, необходимо возведение основного восточного газопровода. Эти действия и позволят продолжить газификацию частного сектора. На первом этапе, поправками ко второму течение 2018 года, нам удалось согласовать с правительством, с профильными министерствами увеличение программы газификации на 184 миллиона рублей. То есть это достаточно серьезные цифры, но мы должны понимать, что и дорожная карта должна изменить свои маршруты, и где-то по временным отрезкам тоже перейти маленько вперед, раз такая проблема стоит. Обсуждение и нахождение пути решения проблемы продолжится. Активных жителей города председатель областной думы пригласил на парламентские слушания. Они состоятся в этот четверг в 11 часов. Дарья Янченко, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. На Сахалин для консультации пациентов прибыли профессора из Тихоокеанского государственного медуниверситета. Семь врачей будут консультировать жителей совместно с островными врачами. В общей сложности они примут 60 пациентов. Как пояснили в Минздраве области, визит приморских специалистов проводится в рамках соглашения, подписанное правительством области, Приморским университетом и Российским Минздравом. Пациенты, они не первый раз приходят. То есть мы смотрим динамики, то, что они провели обследование, которое мы ранее им назначали. Здесь уже мы просто корригируем лечение, корригируем диагноз. Если требуется дополнительное обследование, то есть мы сейчас пациентам это предложим, а затем уже будем созваниваться и консультироваться онлайн с коллегами. Эксперты из Владивостока примут самых сложных пациентов в поликлиниках Южно-Сахалинска и консультативно-диагностического центра. 12 декабря приезжие врачи проведут прием в Невельской ЦРБ. Продолжаем выпуск. Получить грант на реализацию социального проекта – это просто. Такой тезис прозвучал на семинаре с исполнительным директором фонда президентских грантов, который прошел в Сахалинской областной библиотеке. Островным бизнесменам, общественникам и активистам рассказывали о правилах оформления заявки на выплату, о том, какие проекты чаще всего получают деньги и о грантовых направлениях, которые будут поддерживаться в следующем году. Напомню, президент Владимир Путин объявил 2018 годом добровольца, поэтому представители волонтерских движений будут активно поддерживаться. Почти все гранты, существующие 12 грантовых направлений, подразумевают возможность участия волонтеров. Более того, именно на проекты, связанные с волонтерской деятельностью, выделены очень большие суммы уже в этом году – сотни миллионов рублей. И организации, которые привлекают труд добровольцев, волонтеров, они имеют преимущество. Добавлю, из-за упрощения процедуры получения президентского гранта количество выданных денежных субсидий только в этом году увеличилось больше, чем в два раза. Подарок к Новому году. Для южно-сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья провели торжество, где вручили необходимые для них средства реабилитации. Трости, пять колясок с электрическим приводом и столько же санитарно-гигиенических кресел. Дело в том, что одно из обществ инвалидов областного центра выиграли грант нефтегазовой компании. Я, конечно, хотела поблагодарить спонсоров наших и сказать такими словами. Кто добрых дел на свете не чурается, тот делом и людьми вознаграждается. Двери администрации города, управление социальной политики всегда открыты для таких людей. Им оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Это как в виде материальной помощи и организации доступной среды. Для гостей приготовили угощение и концерт. Всего в Южно-Сахалинске официально зарегистрированы и имеют юридический статус шесть обществ инвалидов. Старые песни Виктора Цоя зазвучат по-новому в Южно-Сахалинске. Коллектив, который будет исполнять легендарные хиты группы кино, собрал на острове музыкант из Томска, который ранее был фронтменом подобной группы у себя на родине. Первый концерт поклонников легендарного музыканта состоится уже совсем скоро. На репетиции возрожденного кино побывал Сергей Суханов. А вместо Виктора Цоя Виталий Циренгармаев. Концерты его группы «Трибют» то Виктор Цой собирали в Томске полные залы. Пусть авторство песен «Чужое» звучат они от сердца, очень искренне. Обстоятельства заставили Виталия покинуть родные края и переехать на Сахалин. И здесь он решил возродить идею коллектива, исполняющего песни легендарных киношников. Я встретил прекрасных, замечательных людей, музыкантов, которые с хорошим багажом и опытом музыкального, услышав мои мысли, размышления, что мне действительно обидно до слез, что тот проект в 2016 году, он может уйти на нет, как говорится. И то, что я могу сделать, это хотелось бы здесь реализовать. С пачки сигарет и группы «Крови» начинал свой путь, наверное, каждый российский музыкант. Поэтому собрать группу удалось довольно быстро. Причем, в отличие от традиционного состава, у Виталия пять музыкантов. Кроме того, в составе есть девушка. Елена Макарова клавишные партии песен кино выучила моментально. Безусловно, конечно, это наша юность, наша молодость. Это как раз те годы, когда мы были очень молоды, студенты. Конечно, группа «Кино» — это наша молодость. Сейчас группа готовится к первому выступлению. Так как знаменития корейца «Чемцой» в России нет, концерт посвящения решили провести как раз в Корейском культурном центре. Состоится он на День защитника Отечества. Сергей Суханов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Чемпионат ночной хоккейной лиги набирает обороты. Он стартовал в Южно-Сахалинском комплексе «Арина Сити» в конце октября. В розыгрыш в нескольких лигах включились чуть больше 20 команд. На кону путевки на всероссийский финал в Сочи. Тему продолжит Игорь Антипов. Это группа «18+, Лига надежды». Второй сезон «Спор» в НХЛ ведет команда «Рубеж». Мужчины в бело-зеленой форме представляют пограничную службу ФСБ России. Ходили на каток пятером. С детьми играли, пытались научиться кататься на коньках. В одно прекрасное время стало обидно, что нас дети обыгрывают. Решили найти еще таких же пять человек способных. Пограничники доказали, что в хоккей играть умеют. Во встрече с авангардом из Троицкого в Темном равную ситуацию они переломили в свою пользу. Забросили в сетку соперников решающую шайбу 4-3. Затем на лед вышли ветераны из Лиги 40+. В белом – Южно-Скалинский СКА. В желтом – Шахтер из Долинского села Быков. Сельчанам было нелегко сдержать атаки постоянных фаворитов чемпионатов области. За два периода они пропустили в свои ворота шесть шайб. В начале третьей 20-ти минутки проворонили еще три диска. Это игра. Сначала пока соперника изучают, пока вкатились. И в конце вот уже что-то стало получаться. Шахтеры решили уходить с площадки достойно. Настроились и реализовали три точных броска. Кстати, игра без удаления прошла. Чисто, да? Да, да. Ну и ребят мы давно знаем, собственно, этих... Уже сколько лет играем, поэтому они молодцы. Чемпионат НХЛ продлится до 30 марта 2018 года. Пока же главным событием стала презентация новой федерации хоккея. На ее посту Андрей Хапочкин находился больше 10 лет. Решил передать эстафету зампреду правительства области Антону Зайцеву. Основные задачи стоят в создании и формировании системы подготовки спортивного резерва. Вторая задача – это развитие массового спорта. На Сахалине создадут юниорскую сборную для участия в российском чемпионате. Включаться в Кубки Сибири и Дальнего Востока среди юношей. На острове главный упор будет сделан на проект «Хоккей в школу». Игорь Антипов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. На этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости вы также сможете посмотреть на нашем сайте Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях впереди реклама и прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Температура ночью до 7 градусов со знаком минус, днём до 2 мороза. В Магарове сильный снег. Ночью минус 7, минус 9, днём до минус 1. В Долинске осадки не прогнозируется. Температура ночью минус 8, 10, днём 1, 3 ниже нуля. На юго-западном побережье в Хомске и Невельске пасмурно прогнозируется сильный снег. Ночью от 0 до 2 мороза, днём около 0 градусов. В Корсакове переменная облачность. Температура ночью минус 5, 7, днём до минус 4 градусов. На Курильских островах пройдёт дождь. Температура ночью до плюс 3, днём до 2 градусов тепла. В Южно-Сахалинске 12 декабря значительная облачность. Пройдёт снег. Ночью минус 8, 10, днём до 2 градусов мороза. Редактор субтитров А.Сёмкин